Восстановительные работы на этом участке Трансиба не останавливаются с 23 числа. Ремонтные работы по запуску второго пути ведутся в круглосуточном режиме. По информации Пресс-службы с Байкальской железной дороги, в настоящее время выполняется подготовка к установке второго пролетного строения, ведется установка временных опор и отсыпка мостовых откосов. Также будут продолжены работы по усилению земляного полотна. Сейчас работает более 500 человек, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозера. Кроме этого работает специализированный подвижной состав, который привозит щебень, привозит скальные породы для восстановления железнодорожного полотна, для восстановления пути. Для бесперебойной работы над восстановлением движения по Трансибу вблизи моста был разбит палаточный лагерь. Осадки в регионе продолжаются, но на темпах работы это не сказывается никоим образом. По словам начальника Забайкальской магистрали, рабочие трудятся на объекте в несколько смен. Здесь же получают горячее питание, отдыхают и могут высушить одежду. Что же касается пассажиров, более двух с половиной тысяч человек в эти дни смогли добраться до пунктов своего назначения. Для этого были задействованы все возможные варианты. Все те, кто следовал в населенные пункты на участке между Читой и Шилкой, а также между Шилкой и Белогорском, были перевезены автотранспортом. Те, кто имел на руках билеты от Читы в сторону Дальнего Востока, до станции Хабаровска и далее, получили возможность добраться до местного назначения на самолете. В случае с аэрофобией, а таких среди пассажиров задержанных поездов оказалось около восьми человек, аварийный участок такие люди преодолели с помощью автомобильного транспорта и далее продолжили свое движение на поезде. Некоторые предпочли остаться в гостинице до восстановления движения по магистрали. Пассажирам будет предоставлена 50-процентная скидка на проезд вагоне любого класса, любого поезда в любом направлении. Это все пассажиры, которые попали в ситуацию, когда у них были отменены поезда, либо поезда были задержаны. Все, кто столкнулись с трудностями в путешествиях по железной дороге.